Че, девчонки, привет! Как дела? Хорошо. Все отлично, круто. Хорошо. Как вам Италия? Как ощущения? Классно. Много ощущений, особенно от этой поездки. Особенно очень красиво. И очень молодежно. И очень веселые и интересные люди. Хорошо. А вообще, что за батл был в Италии? Кто организатор, что там было? Расскажите поподробнее. Батл называется, как я читала, Организатор Доморада. А в основном там был Вакин. Такие номинации, как Вакин Кейтс, Вакин Оупер, Вакин Бигиндерс, Джуниорс. И дальше 2 на 2. А как было уставить? Мы с Алиэрчей стали 2 на 2. А мы с Алиэрчей. А вот про участие девочки поподробнее. Кто где участвовал, может, ну не может, я знаю, что у вас есть какие-то победы, и я знаю, что вы прошли, да, отборы. Вот расскажите про результаты поподробнее. Кто где участвовал, кто где прошел. Мы с Алиэй, когда на Амгрейде выхватили, мы же выиграли с ней, мы сразу были в системе в Алиэрчей. Сразу в сетке вы были, да? Мы были 2 на 2 с ней вместе, 1 на 1, и все. Я участвовала в Алиэрчей 12 лет. А я там в Алиэрчей 12 лет. А у вас, девочки? Я участвовала в Алиэрчей Джуниорс, там прошла отбор. Дальше я участвовала в Алиэрчей 12 лет. Там тоже прошла отбор. А также мы с Алиэрчей 12 лет прошли в 2 на 2. Я участвовала в Алиэрчей Джуниорс и в Алиэрчей 12 лет. Но я не прошла отборы. И я знаю, почему я не прошла отборы. Потому что в Европе, ну, вообще за границей, для них вакинг это не просто танец, а это перформанс, это шоу. А я так поняла, что я должна еще научиться делать такой перформанс, как и они. Ну вот 2 на 2 мы прошли. А мы хорошо станцевали, нам все таки. Все вам вот так делали, наверное, да? Вот так пальчиком бежали. Хорошо, хорошо. Ну, Маляка, чуть вперед забежала, я еще этот вопрос спрошу. Я знаю, что Алиэрчей выиграла в Акинг Кидз. Да. Да, вот скажи, сложно, ну, сложно было биться с, так скажем, европейскими детьми? Да, потому что они, во-первых, хорошо знают музыку, и они знают хорошо английский. Лучше учить английский, знать все песни. Значит, они английские треки лучше отыгрывают, да? Да, и у них прям под слова движения. Вот каждый, так было бы, и они знают каждую ноту, каждый бит, каждый, каждые слова, и мне очень тяжело. То есть они очень музыкальные, да? А вот в плане танца, в плане техники они отличаются, ну, чувствуется, что они намного сильнее, например, чем казахстанские кидз. Мне кажется, что на немогом, но да. Вот я вас в футболке вижу, ну, у маленьких гэп, померю. У тебя в Акинг Кидз это батл. Да. Да, у нас Линар очень любит Генри Линка. расскажи, вот, что у тебя за футболка, и что это значит, и поподробнее. В общем, в Акинг Кидз это вообще, итальянская группа по вакингу, но рада сама организатору футболка приехала бы нам в Казахстан сдавать мастер-классы. После чего она выбрала отличившихся девочек у нас в Акинг Кидз в Казахстан. В общем, она придумала нам шоу, и на этот батл футболк футболк нас пригласил как гости. На этом футболке футболке «Денитас Платт» и так далее. Мы танцевали там установку «Рады», которая называется «Джем». «Майкл Джексон»? из Московской сети. И там ты участвовала на хип-хоп интернешнл, на хэ-хэй. И я тебя поздравляю с победой вакинг-опен. Верно? Расскажи, пожалуйста, про этот батл. Расскажи, как ты танцевала, про судьи, в общем, про все. Там была общая номинация, там были китсы и джуниоры. Где-то было с 1000-м-то человек. Судила вакси. Да, вакси. А как ты себя ощущала на другой сцене? Вот это же другая страна, другие танцоры. Всех танцоров, например, в Казахстане ты знаешь. И когда ты с ними батлишь, уже это становится обыденным. А здесь совсем другая сцена, совсем другие люди. Вообще незнакомые никто. Вот каково это? Это даже не было, там просто было полный. Но я не знаю, я себя обычно чувствовала. То есть для тебя, например, не почувствовала сразницы, да? Просто когда батлишь, есть чуть-чуть, а так нет. Девочки, а вы, получается, летели через Турцию и тоже там успели зацепить какой-то батл. Вот. Расскажите вам подробнее про это. Прежде чем как мы приземлились в Дали, мы остановились в Турции и в Турции проходил батл, который назывался в Истамбулу стрит-дэнс, карбел, как я называю. И вот. На этом фестивале было 4 номинации от танц-холл, хаос, паппинг и фризон. Танцоров было очень много, но вначале, когда мы пришли первый день, у нас были мастер-классы, и на мастер-классы оказывается, в Турцию уходят только начинающие танцоры, а продолжающие танцоры, они в это время разогреваются перед батлами. Поэтому, когда мы на мастер-класс увидели только начинающие танцоры, мы думали, что, ну, мы немножко разочаровались, думали, что там уровень намного ниже, и то, что нам будет еще кикакой пройти, и то, что нам не составит труда выбрать хотя бы одну номинацию, но когда уже потом начались опоры, мы поняли, что все так просто. Ну, потом, когда я в топ-8, на следующий день у нас уже были баттлы, и я обняла, что я прошла и буду участвовать в баттлах с очень достойными спорниками. Альма, у тебя тоже есть очень хороший результат. Есть. Рассказывай. Так, мы были с Балькой Наталом на баттле. Могу сказать одно, что в Турции очень сильные танцоры именно в папинке. Потому что именно там мы увидели реально сильных танцоров. То, что я вижу в Казахстане паперов, я вижу, что наши паперы и неплохие перед ними. Как будто неплохие. Я могу сказать, что наши казахстанцы молодцы, потому что у них тоже очень сильный уровень, в отличие от Турции. Дальше я участвовала в номинации «Хаос». Ее судил Франк Ги. Также я участвовала во «Фризон». Это как бы «Ол Стайлз». Там все судьи отбирали участников. Во «Фризон» я выиграла «Фризон». В общем-то там была такая ситуация, что нужно вызывать одного судьи. Там был Супердэйв, Лаура Налла, Франк Ги, Поппинг Тотт, да, точно. И еще какая-то турецкая певица. Певица? Да, певица. Я вызвала Супердэя, который танцевал в футбол. Что-то я вызвала Франк Ги или Лаура Налла. Его уже вызвали. И суть была в том, чтобы ты мог танцевать под любую музыку свой стиль и чтобы это смотрелось эффектно раз, чтобы ты мог взаимодействовать с судьей два, чтобы это смотрелось нормально. Я могу сказать одно, что в Турции не слишком много разбивается танцы, потому что много приехало с разных стран, с Голландии и с разных других стран. Так скажем, местных танцоров мало, Да, очень мало. Девочки, расскажите про реакцию судей и других танцоров на ваши баттли, на ваши отборы, просто на ваш танец. Подходил ли к вам кто-нибудь, спрашивал, узнавал? На отбор, когда мы танцевали с Малюкой, после того, как мы танцевали, нам очень много говорили вау, откуда, мы говорили, что мы из Казахстана, они просто удивлялись, они, наверное, не думали, что у нас хорошие танцоры. К мне и к Валике стали подходить разные национальности люди, стали просить наших на инстаграм, с нами сфоткаться, телефончик, с нами ровно, что неплохо. После этого я хочу сказать, что после пути у нас мы с Малюкой с вами побольше подписчиков в инстаграме, они стали все писать и организаторы типа вау, прям гуд, гуд, и когда я выиграла фризон, меня спросили, сколько тебе лет, я сказала, 12, они говорят, ты пупочили глаза, и говорят, что? тебе 12? да, после этого я такой, пупочили глаза, я такой, да, мне 12, и все смотрели на меня, ничего, они были очень ошарашены, что мы как-то знали в этой цели. Все равно после летания достала мора подписчиков. Подписывайтесь на мой эстакар. Я скажу точек. Давай. После этого я узнала, что я прожала в том 8 папеньку, я хотела подойти к кому-то и спросить почему я прошла, потому что я была очень удивлена этого, мне было немножко страшно стали подойти к нему, и когда я просто мимо проходила, я даже не заметила его, и он меня все так крикнула типа you were so good, я даже не поняла то, что он это как типа что, я подсказала, и я была в шоке, то, что сам судья подошел ко мне и сказал мне, похвалил меня, и потом, и позже, когда я уложила свою фотографию в инстаграме и отметила его, он написал мне то, что you were so dope, мне еще никогда судья не писали так, он написал и я думаю, что я тронулась я делала номер очень ну что, он реально заценил меня и то, как я танцевала и я думаю, это будет меня активировать дальше развиваться именно в память супердэйв, с которым я танцевала в призоне, после всего он подошел такой, меня обнял, говорит, типа, да, и на английском говорит, типа, не бросай танцы, говорит, типа, нужно развиваться и еще тебя упомянул, я забыла тебе рассказать почему только сейчас я только об этом вспомнила и сказал тебе работать в этой организации Динара, ты, я знаю, очень долго была в Италии вот, расскажи, что ты там делала, где ты жила, с кем была, на какие классы ходила, поподробнее давай вначале мы поехали в Чизену а, нет, Венеция у нас Рада свозила к ее родителям мы там забрали родителей и поехали в Чизену там жили у Рада и неделю и там я пошла в студию девочкам, они очень классные и добрые там я была у класса у одного опера Хамза если что на нее подписался в инстаграме подписался у меня лайкнул сказал, что я крутая я танцевалась вместе на джеме потом мы джемили все вместе ну, так мы неделю были потом мы поехали в Болонию и там у нас проходил батл мы были в отеле в котором там Рада и потом были мастер-классы все такое потом мы должны были раскатистые мы должны были поехать во Флоренцию все ли не на тот поезд и поехали в Рим Алия, расскажи про мастер-классы сколько часов ты брала у кого где и так далее классы проходили в Болонии ну, не совсем в Болонии с загородом они они проходили в клубе и первый мастер-класс вела Джунко Сасаки мне очень понравился этот мастер-класс он был позитивным там были очень можно сказать такие тяжелые движения мне очень понравился а второй мастер-класс был Пинг Леди у нее у нее был очень можно сказать эмоциональный мастер-класс там были очень много эмоций радостные грустные очень счастливые самый счастливый пресчастливый самый-самый счастливый скажите вот какой опыт от так скажем поездок на батл именно за убежьем что в этом хорошего лучше например чем ездить просто по Казахстану да можете ответить ты узнаешь что-то новое всяких разных людей и как танцует ну Европа там когда мы были в Польше там ладно я промолчу там танцуют по-другому и в Казахстане по-другому везде танцуют по-другому и энергетика по-разному и если это бакерский батл там бакерская энергетика такая женская а там все такая дискотека фан а если это то что там как сказать там песни были чуть-чуть это было непривычно если всегда у нас играют знакомые треки и те которые мы знаем то в Польше вообще другие треки а в Италии знакомые а в Москве ну обычные хорошо мне очень понравилось сама атмосфера на этих баттлах они конечно пытаются не знаю победить или что-то еще но до самого батла они как бы такие дружелюбные а когда уже начинается с вами батл они как будто какая-то мафия у них просыпается они прям хотят вырвать своими зубами эту победу в общем-то мне очень понравились там потому что там танцуют совсем по-другому тут там нету прям такой техники тут они реально танцуют баки они могут много петель не использовать только одну петлю или может просто пять петель петель за один выход но они могут очень много показывать себя как будто они что-то понадобятся или могут просто или хвастаются что у них что-то калла просто мне сама сказала что это это культура ну например арчи маликаша сказала что эмоции они типа держат эту культуру ну я не знаю как сказать мне кажется в Европе они больше относятся к баттлам не как к соревнованиям типа выиграть первое место больше как какому-то празднику который они сами для себя устраивают и еще язмиться очень главное то что все зрители все родители все кицы которые в самом начале уже оттанцевали свое они сидели до самого конца и смотрели на все батлы продолжающие до конца они даже раньше не ушли и мне кажется это очень круто потому что все танцоры они видят друг друга они поддерживают друг друга и учатся друг другу о чем ну что девочки спасибо вам удачи побольше поездок чтобы прокачивались и получали опыт спасибо всем пока пока